Бывший глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон сегодня официально вступил в должность госсекретаря США. Его кандидатуру одобрил Сенат. Правда, не без проблем, которые из последних сил пытались создать демократы. Их очень насторожило то, что предложенный Трампом кандидат был награжден Российским Орденом Дружбы. Сам Тиллерсон уже принес присягу в Белом доме и в очередной раз подчеркнул, что его задача сотрудничать с другими странами, а не конфликтовать. Еще одно знаковое событие в Штатах — традиционный молитвенный завтрак, который стал поводом для целого ряда государств залезть в повестку Трампа, минуя официоз. И больше всех отличилась Украина. На поклон к новому президенту прибыла многочисленная делегация во главе с Юлией Тимошенко. О том, что из этого вышло из США Стас Натанзон. На самом деле мы пришли не разговаривать с президентом, мы пришли разговаривать с Богом. Украинская делегация явилась на молитвенный завтрак президенту вся как один в вышиванках и, кажется, сразу постаралась хоть что-то продать. Как вы думаете, сколько стоит совесть? Я думаю, что она бесценна. Вы сегодня это будете обсуждать здесь на молитвенном завтраке? Но главный товар на глаза не показывается. Юлия Тимошенко, говорят, будет здесь сегодня. Вы ее видели уже в Вашингтоне? Сегодня у меня день без политики. Спасибо. А Юлию Тимошенко вы видели? Уже потом ее разглядят на кадрах с молитвенного завтрака. Вот в первых рядах. Снова с украинской косой. Без нее в США Тимошенко могут и не узнать. Она приехала в Америку, чтобы опередить других украинских политиков в контактах с администрацией нового президента. Но пока выйти на связь у нее явно не выходит. За три дня вот единственная встреча. Да и та с представителем демократического меньшинства в Конгрессе Диком Дюрбаном. Украина явно выпала из повестки дня американских политиков. Вот и на брифинге в Белом доме пресс-секретарь президента, очевидно, не хочет тратить на это время. Президент получает сводки событий на Украине от нашего Совета национальной безопасности и всех спецслужб. Возможно, позже мы что-то скажем об этом. Кортеж американского президента прибывает на первый для Дональда Трампа молитвенный завтрак. Мероприятие подчеркнуто не политическое, но совсем без политики в эти дни, конечно, не получится. Члены украинской делегации не скрывают, что приехали на молитвенный завтрак снова заявить о себе. Здесь будет достаточно много встреч. А заодно шикарно отдохнуть в столице Вашингтона. Позолота на люстрах, изысканная мебель, дорогой ковер. Это один из самых шикарных отелей в центре Вашингтона, непосредственно около Белого дома. Именно здесь последние несколько дней живет Юлия Тимошенко. Номера от 500 долларов за ночь, люксы от полутора тысяч. Здесь любил гостить Авраам Линкольн. Сейчас останавливаются президенты, короли и шейхи. Один из помощников Тимошенко на фоне позолоченной стены говорит, что начальница встретиться не может. У нее очень напряженный график встреч. Никак не получится. Но пока ни Трампа, ни даже окончательно утвержденного накануне госсекретаря Тиллерсона в этом графике нет. На присяге нового главы внешнеполитического ведомства президент анонсирует новый курс. Время взглянуть ясным взором на международные события, использовать свежие подходы и искать новые решения, основанные на вековой правде. Выходит, зря были и вышиванка, и коса. А ведь раньше это так хорошо работало. Стас Натанзон и Филипп Дубровский. Вести США. Вашингтон.